В Москве завершил свою работу учредительный съезд Общероссийского народного фронта. Его участники единогласно проголосовали за создание на базе этой организации общественного движения. Выбрали лидером президента России Владимира Путина и определились с названием. Народный фронт за Россию не будет политической партией, а значит борьбы за власть не предполагают в принципе. Наоборот, его работа будет строиться по принципам социальной сети. Широкое обсуждение, прямой контакт с властью и возможность личного участия. Юлия Олейникова увидела, как рождалось беспрецедентное по замыслу общественное движение. Все, кто хочет действовать во имя России, объединяйтесь. Пожалуй, так можно сформулировать девиз Народного фронта. Несмотря на то, что инициаторами и первыми участниками движения стали единороссы, Народный фронт не является партией. Это более емкая, скорее надпартийная структура, активистами которой могут стать все, независимо от политических взглядов и должностей. По мнению политологов, Общероссийский фронт призван скорректировать существующую систему. Вот такой механизм взаимодействия, то есть обращение власти напрямую к народу и народу напрямую к власти, минуя политическую систему, действительно заставит и эту политическую систему в целом шевелиться. Или шевелиться, либо потесниться, может быть, в каких-то функциях. Если вот эта штука удастся, то это, в общем-то, развитие политической системы, на самом деле. Потому что таких механизмов в ней нет, они в ней отсутствуют. Катализатор для власти и граждан. Свою активность жители страны смогут проявлять через центры общественного мониторинга. О необходимости создания их в каждом регионе говорили в первый день съезда. Предполагается, что из субъектов напрямую к президенту будут поступать не столько жалобы по конкретным отраслям, сколько предложения. Центры будут работать по десяти направлениям. Это направления образовательной системы, здравоохранения, жилищно-коммунальное хозяйство, улучшение дорожных сетей, ну и ряд других вопросов. И в целом это десять. Но были предложены еще ряд направлений, которые в дальнейшем будут обсуждаться. И в принципе мы видим, да, действительно, те ключевые и проблемные вопросы, которые в сегодняшний день имеются в обществе и в целом в России, они обсуждаются, они озвучиваются. То есть мы видим, что голос общественности, он будет слышен президентом, правительством Российской Федерации. В работе съезда приняли участие около полутора тысяч человек. Среди приглашенных главы регионов, известные артисты и политики. Учредительные документы, устав, манифесты, декларации, разработанные участником Народного фронта, были приняты единодушно. По единогласному решению, без голосования председателем общественного движения был назван Владимир Путин, другого лидера для себя собравшиеся не видят. Мы будем поддерживать гражданские инициативы и добровольчество, деловые и социальные проекты, содействовать развитию местного самоуправления, открывать дорогу новым общественным инициативам, новым лидерам. Народ России, подлинный хозяин своей земли, интересы народа, это и есть общенациональные интересы. Право народа требовать и добиваться, чтобы власть на всех уровнях, от главы государства до главы посерковных, чувствовала и знала, что люди хотят. Народ России будет! Народ России будет! Народ России будет! Сегодня задача снизу дойти до каждого, чтобы каждый, кто хочет что-то поменять, с чем-то не согласен, но у него есть конструктивное предложение, приходи и вы услышите. Конечная оценка, подлинная, настоящая оценка, это всегда оценка народа. Получилось или не получилось. И мы рассчитываем на то, что Народный фронт, став широкой общественной коалицией развития, сможет такую лучшую, самую достоверную оценку сформировать. И она станет основой принятия лучших решений по развитию России. Самое масштабное общественное движение, самая большая площадка для реализации своих идей. Общероссийский Народный фронт объединяет активных граждан, готовых не только заявлять о проблеме, но и предлагать решения. И по-прежнему остается одним из самых эффективных механизмов контроля деятельности власти. Юлия Оленикова, Эдуард Горелов, Новости Мира Белогорья, из Москвы.